...слушателем. Но я сейчас хотела о другом сказать. Я вот недавно прочитала монографию нашего украинского профессора, Бутильца, книги по бухгалтерскому учёту, все равно не знаю. И в нём замечательная была такая фраза о том, что сегодня Запад очень... Они часто собирают международные конференции, и очень многие интересуются нашим опытом именно советского периода. И что касается вот особенно контроля, аудита, да, сегодня больше предпочитают поговорить об этом. В общем, в своём монографии написал, что многие западные специалисты по учёту отмечают такие бриллианты, как наш Крамаровский Ленин Геннадьевич. Он просто так его и назвал в своей монографии. И на сегодняшний день действительно вот школа именно украинская, наша школа, Житомирская, продвигает вопросы по внутреннему контролю. Насколько он более эффективен, насколько он может быть полезен именно как для ведения хозяйственных, так и для развития, для построения дальнейших бизнес-планов. Потому что такую информацию как внутренний контроль ни один аудитор не выдаст. И жаль, что мы совершенно не уделяем внимания нашему опыту, который совсем недавно ещё мы владели от А до Я. Это плохо. Мы как-то забываем и всегда смотрим только в одну сторону. Это неправильно. Ну, что касается, конечно, нашего повышения методики. Вот я бы для себя, например, видела, чтобы студенты действительно могли выбирать. Дисциплины обязательно есть, они должны быть. Но преподавателя должен слушатель выбирать для себя самостоятельно. Он может посещать действительно лекции одни и те же, но у разных преподавателей. И посещать лекции того преподавателя, который ему близок, который ему понятен, который ему интересен. А вот принимать экзамены, то же самое тестирование, да, это же может независимая комиссия. То есть все слушатели выбирают лекцию любого преподавателя, сдают потом экзамены у совершенно непредвзятой комиссии. Вот это тогда, наверное, будет единственный. Но, опять же таки, видимо, менталитет нашего народа нельзя так тупо, узко направлять именно к западному периоду. Потому что Наталья Усина до сих пор поверит не может, что без шпаргалок люди учатся. Учатся. И самое главное, что им даже дико подсказать кому-то. Мы сидели со студентами, и как это было, я уже написала, говорит, в турист, он даже ко мне не заглядывает. Ну, я там как товарищ, помочь хочу, а не дико, он не понимает, он думает, если я от него вообще, значит, я только хочу какого-то неприятного сделать. С одной стороны, чисто по-членческим, нам это далеко, и нам... Я бы не хотела, чтобы мои дети это к себе привыкали к этому втягиванию. То есть надо все-таки продвигать как-то сло хорошее, чтобы всегда было в нас, в Валярках, и, надеюсь, останется еще и не долгие годы. Спасибо. Спасибо. Никто не отменяет ваш опыт, я сам заканчивал цель, я слышал, я не говорю, что у нас была плохая система, но я говорю, что можно было ее тоже, дополнить тем хорошим, что есть назад. Спасибо. Спасибо.